На благоустройство Балакова Фосагра выделила 100 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство общественных территорий и пешеходных зон. Договоренность о продолжении масштабных работ была достигнута два месяца назад в ходе рабочей встречи исполняющего обязанности губернатора области Романа Бусаргина с генеральным директором Фосагра Михаилом Рыбниковым. И накануне было подписано соответствующее соглашение. У нас стала добрая традиция подписания такого соглашения в рамках сотрудничества и реализации тех проектов, которые мы начали в том году и будем продолжать в текущем году. Мне хотелось, чтобы эта традиция у нас продолжалась, а наш город становился еще краше и еще лучше. В прошлом году компания Фосагра уже помогала создавать комфортную городскую среду в Балакове. Было выделено 170 миллионов рублей на благоустройство 12 общественных территорий. Результатом совместной работы довольны и химики, и балаковцы. Заметно по дорогам, заметно по паркам. Вот идешь, аллейка, сразу же урны, лавочки. Ну, конечно, как можно это не замечать. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев в прошлом году не раз проводил выездные совещания в преобразившихся парках и скверах. Держать рабочие моменты на контроле планирует и на этот раз. Следим, чтобы там сохранялся действительно порядок. Спасибо огромное администрации города, что они тоже со своей стороны всегда поддерживают эти территории. Выбирали мы всегда совместно. То есть мы не делим наше-ваше, это все наше общее. Мы всегда находим общий язык, те территории, которые действительно нуждаются в благоустройстве. В этом году благоустроенные территории появятся даже там, где их раньше не было. Большой пустырь на Шевченко в районе домов 19 и 20 станет комфортным сквером. Сейчас здесь заросли, и местные жители давно просили привести в порядок эту территорию. Еще одно важное место – поселок для многодетных семей в 21 микрорайоне. Пока там активно идет застройка, но подумать о создании комфортной среды нужно уже сейчас, чтобы и родителям, и детям было где гулять. Возле детской поликлиники в 6 микрорайоне появится игровая площадка и ровные тротуары, потому что пока территория возле медицинского учреждения оставляет желать лучшего. Продолжится работа и в сквере мечты, который появился на улице Свердлова, также при поддержке Фосагра. Там у нас и было разбито на несколько этапов для того, чтобы действительно это был законченный объект, который был комфортный, удобный, и причем он представлял интерес не только для какой-то отдельной категории, а чтобы для всего и для маленьких детей, и для подростков, и для взрослых, и для пожилых, где можно было спокойно погулять, поиграть, просто посидеть, подышать свежим воздухом. Пешеходные дорожки, которые в рамках соглашения обустроят в разных частях Балакова, будут в основном ввести к объектам социальной сферы и к общественным территориям. Да и сами по себе ровные и чистые тротуары станут еще одним свидетельством того, что город при участии крупных промышленных предприятий становится краше. Продолжение следует...